Сегодня в гостях в Комсомольской правде заместитель начальника управления по труду и социальной политике, начальника отдела жилищных субсидий и адресной денежной помощи Пекинара Виктория Николаевна и начальника Донецкого областного центра по начислению и осуществлению социальных выплат Берченко Маргарита Николаевна. Сразу я начну с вопросов, которые пришли к нам по интернету. Дмитрий задает вам такой вопрос. Перечислите, пожалуйста, категории, которые имеют право на социальную помощь. Сегодня пакет социальной помощи настолько широкий, что он охватывает практически все слои населения. Если уж в семье случилось несчастье и у ребенка группа инвалидности, он признан инвалидом, то такая семья обращается в органы социальной защиты за значением пособия на ребенка инвалидов. Молодая семья. Это пособие, здесь уже регулируется новая другая закона социальной защиты. Это на помощь семье. Это назначение помощи по беременности и утрам женщинам. Это помощь по рождению ребенка. Это помощь по уходу за ребенком до 3 лет. Это помощь по опеке на ребенка. Помощь одинокой матери. Просто семья, скажем так. Это помощь малообеспеченным семьям. Люди, достигшие уже, так сказать, пенсионного возраста и получают пенсию. Если у него есть право, и он получает соответствующий статус, то в любом случае он тоже обращается в органы труда и получают работу на определенные виды, скажем так, допустим, на женщинокоммунальные услуги и так далее. То есть, получается, мы обхватываем практически все категории населения. А скажите, наверняка же у вас такая статистика есть и данные, кто может претендовать на получение самой большой социальной помощи и какой размер самой большой социальной помощи? Ну, скажем так, поскольку помощи, они, скажем, есть разные виды помощи. Понимаете, если сказать, допустим, этот размер помощи самый большой, этот размер помощи самый маленький. Ну, если просто привести пример такой, допустим, у нас есть помощь по рождению ребенка. Этот размер помощи, начиная с 11-го года, с апреля, он по сравнению с ранее действующим размером увеличен практически в два раза. То есть, если на сегодня рождается первый ребенок, семья получает помощь, равную 60, кратному размеру прождественного минимума для ребенка в возрасте до 6 лет. Если рождается второй ребенок, это 90 крат прождественного минимума для ребенка в возрасте до 6 лет. И если рождается третий и каждый последующий, это 120 крат прождественного минимума для ребенка соответствующего возраста. И размеры этой помощи, скажем так, по рождению на первого ребенка это около 30 тысяч, 29 тысяч 160, на рождение по второму ребенку 58 тысяч, на третьем каждого последующего 116 тысяч 640 гривен. Только единственное, что в условии выплаты этой помощи эта сумма выплачивается не сразу, первоначальный размер равняется 10-ти прожиточным минимумам для ребенка в возрасте до 6 лет, это у нас на сегодня порядка 8300 гривен. А остальная сумма делится уже пропорционально и выплачивается равными частями. Только период на первого ребенка составляет 24 месяца, период выплаты на второго ребенка 48 месяцев, на третьего каждого последующего это 60 месяцев. Ну, если так, самый, скажем так, маленький размер помощи, это, допустим, размер помощи по уходу за ребенком до 3 лет, минимальный его размер, допустим, 30 гривен. Хотя есть и максимальный размер, это соответствующий, закон обрегулируется, он устанавливается в размере разницы между совокупным доходом семьи на одного члена и прожиточным минимумом для тогдаспособного лица, который на сегодня 1147 гривен. То есть, если у семьи доходы нулевые по каким-то причинам, вот, то она будет получать максимальный размер 1147 гривен, минимальный, в любом случае, 130 гривен, по достижению ребенка в возрасте до 3 лет. А, скажите, вот, люди, которые получают социальную помощь, вот, их список, ну, наверняка же он не стоит на месте, да, вот вы перечислили категории, есть такие категории, которые исключены из этого списка или наоборот добавлены? Ну, я бы сказала, что нет такого, что исключается. Наоборот, скажем так, ну, он, допустим, конгенет получателя сам по себе растет, потому что, допустим, у нас, как бы то ни было, потихоньку, значит, налаживается, скажем так, рождаемость, увеличиваются, допустим, какие-то границы приобрения права человека на какой-то ли помощи. Допустим, вот, по социальным инициативам президента в прошлом году, значит, мы лицам, которые ухаживают за инвалидами 1-2 группы в связи с психического расстройства, размер помощи был установлен, ну, тоже исходя из доходов, ну, максимальный размер мы поднялись в среднем от 100 гривен до размера минимальной заработной платы 1147 гривен. Ну, тут тоже, ну, исходя из доходов в СИИ. На сегодня у нас, допустим, таких получателей, если в прошлом году у нас был контингент получателей до 100 человек, на сегодня контингент получателей данной номерной помощи составляет 3300 человек и средний размер помощи на уровне 1100 гривен. Такой вопрос от Инны. Скажите, по каким критериям определяются минимальные социальные стандарты? Ну, я бы хотела в этом плане сказать следующее, что мы относимся, как бы, к органам исполнительной области, то есть мы, наша задача выполнять законы, которые принимаются на уровне Верховной Рады, правительства, поэтому мы уже оперируем теми нормами, которые были приняты соответствующими законодательными органами. Поэтому у нас сегодня, допустим, проживочные минимумы для нетрудоспособного лица, которые используются при врачете пенсии и части социальных выплат в органах труда 894 гривен. Размер минимальной заработной платы равен размеру проживочного минимума для трудоспособного лица 1147 гривен. Повышены размеры проживочного минимума для детей в возрасте до 6 лет, и они составляют 972 гривена. Для детей от 6 до 18 лет это 1210 гривен. То есть, ну, как бы, тот орган, который уже работает с данным инструментом. И, в общем-то, я считаю, что это хорошо. Вопрос задает Ольга. Скажите, нет ли сейчас задержек с начислениями и выплатой социальных выплат? На сегодняшний день, в общем-то, на протяжении последних лет, я бы, скажем так, задержки с выплатой и финансированием у нас нет. Просто, скажем так, есть такие моменты, что практически все социальные выплаты – это дотация с госбюджета. И как только соответствующие суммы средств приходят в область, есть процедура прохождения этих средств между тем, как они зашли в область и что-то до получателя, она составляет сегодня порядка 5 рабочих дней. Поэтому, скажем так, все, что положено, будем получать в текущий месяц. Они, как правило, финансируются за текущий месяц. Как правило, наши все граждане получают в пределах 15-го числа. Николай Федорович задает вопрос. Какие выплаты государство гарантирует детям войну? Ну, скажем так, дети войны – это люди, которые уже достигли пенсионного возраста. То есть это люди, которым на момент окончания Второй мировой войны они не достигли возраста в 18 лет. То есть эти люди – это уже пенсионеры, скажем так. Соответственно, они получают в органах Пенсионного фонда пенсию. Законом социальной защиты детей войны досмотрено установление надбавочки к пенсии. На сегодня нам выплачивается в размере 7% проживочное минимум для неудрооспособных лиц. И эти люди имеют ряд рюгот. Одна из рюгот – это, допустим, рюготы по наживочно-коммунальному услугу в размере 20%, но при делах санитарных, 25% при делах санитарных. Вот, кстати, по жилищно-коммунальному у нас такой вопрос. Кто имеет право на рюготы при оплате ЖКХ и куда надо обращаться за их ваше оформление? Рюготы при оплате ЖКХ имеют очень большая категория граждан. Такие, как участники боевых действий, инвалиды войны 1-й, 2-й, 3-й группы, участники войны, члены семьи погибших ветеранов войны. Ветераны налоговой милиции, реабилитированные особы и много-много других. Так же, вот, как Маргарита Николаевна сказала, это дети войны. Много-много других. Порядка 19 законов, которые регламентируют предоставление рюгот на жилищно-коммунальные услуги. Для того, чтобы получить эту рюготу, первое, что нужно сделать, это необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения, для того, чтобы лицо, которое имеет право на льготы, внесли в единый государственный реестр фельговики. И потом уже со справочкой из Управления и с удостоверением, которое подтверждает право на льготы, необходимо обратиться в коммунальные предприятия, которые предоставляют эти льготы. То есть коммунальное предприятие, хотелось бы, ну, как сказать, зазначить, что коммунальное предприятие начнет предоставлять льготу с того момента, с которого человек придет к ним за вот этой льготой. То есть не с того момента, когда он в Управлении станет на учет, а именно с того момента, когда он придет в коммунальное предприятие. — Скажите, пожалуйста, человек, который имеет право на льготу, он оформил все эти документы, их потом нужно переподтверждать через какое-то время? Или вот уже оформил один раз, то есть срок действия этой льготы, он ограничен? — Срок действия льготы не ограничен, но смотря опять-таки, к какой категории льготников он относится. Есть же некоторые категории льготников, которые в определенный период, допустим, удостоверение выдается на какой-то определенный период. То есть льгота предоставляется на основании удостоверения. Если у человека уже не будет такого удостоверения, которое подтверждает его право на льготу, то, естественно, льготу ему никто не предоставит. Следующий вопрос такой. Скажите, на какие соцвыплаты сейчас может рассчитывать ребенок-сирота? Проконсультируйте по процедуре их оформления для опекуна. Ну, ребенок-сирота, то есть, тем самым человек подчеркивает, что у этого ребенка нет родителей. Ну, скажем так, если этот человек признан опекуном в соответствии с действующим законодательством, то первое, что поскольку у него умерли родители, значит, в первый момент умерли право, но при наличии необходимого страхового стажа на получение пенсии в потере корнирца в органах пенсионного фонда. Более того, если этот ребенок взят под опеку этим человеком, то он может оформить пособие по опеке. Если этот ребенок, ну, у него все нормально со здоровьем, значит, ну, если у него какие-то проблемы, и он имеет инвалидность, то такого ребенка можно назначить в царственную помощь как ребенок в инвалиду. Более, допустим, подробно, допустим, здесь не расписаны детали, допустим, назначение пенсии в потере корнирца, это он может узнать в органах пенсионного фонда, найдя все доступные для него документы, которые подтверждают страховой стаж умерших корнирцев. Назначение там помощи на ребенка инвалида, если такой ребенок является инвалидом, ему необходимо обратиться в органы труда. Ему там, в принципе, у нас настолько налажена система, что в каждом управлении труда есть человек-информатор, который встречает человека, объясняет ему его права, определяет ему удобное время, если он просто зашел, у него нет времени там до конца все выслушать, назначается и времени ему до приема, чтобы его выслушать, или определиться с пакетом документов, необходимо назначение торговли, но это беда по судьбе. Хотелось бы немножко добавить, Маргарита Николаевна сказала о тех программах, которые предоставляет у нас государство, но у нас в области, единственная, наверное, в Украине, существует еще программа предоставления социальной помощи детям-сиротам от Донецкого облсовета, дети-сироты, которые пребывают на полном и державном утром. То есть те детки, которые учатся в ПТУ, учатся в высших учебных заведениях первой-четвертой степени аккредитации, по ходатайству руководителя этого заведения, в котором учится ребенок, ходатайство направляется в орган труда и соцзащиты населения, предоставляется как ежемесячная помощь этому ребенку. От Светланы Вам такой вопрос. Я родила второго ребенка, какой размер помощи предусмотрен в связи с рождением второго ребенка и могу ли я получить ее сразу в полном размере? Ну вот по размерам Вы уже говорили, да? Я объяснила, что у нас законам не предусмотрено выплаток помощи разного в полном размере. Если по различным минимумам сразу выплачивается, и потом оставшаяся сумма по второму ребенку выплачивается равными частями в течение 48 месяцев. То есть на 4 года. Предусмотрена ли какая-либо помощь семьям с невысоким доходом? Значит, у нас есть такой вид помощи, называется она помощь малообеспеченным семьям. Значит, для того, чтобы получить право на этот вид помощи, необходимо, чтобы среднемесячный совокупный доход семьи на одного члена, на каждой семье был меньше, чем гарантированный ручный минимум до данной семьи. То есть если, допустим, семья там, папа, мама и двое детей, то предоставляются доходы этих членов. Если, допустим, мама находится, какой-то ребенок еще маленький, она укаживает за ним, то есть весь пакет социальных выплат, которые она предоставляет. Ну, если у человека их не предоставляет, потому что она приходит в управление труда, и то, что ей назначено, какие социальные выплаты, управляют туда сами в руки данные доходы. Если, допустим, папа, скажем так, работает, он вносит справочку о заработной оплате, если он вносит в центре занятости, то он, соответственно, вносит справку о размере данного ютопособия, если он начисляется, то они соответствующим образом оформляют ее и укажут. И дальше определяется, исходя из того, что, допустим, оба родителя тревоспособного возраста, для них та, скажем, отчетная величина, это 21% прожившего минимума для тревоспособного лица, на каждого ребенка это 75% от прожившего минимума для ребенка соответствующего возраста. Вот мы сложили эти величины, получили какую-то точку отчета, с которой потом сравниваем доход семьи месячный. И если доход семьи меньше этой точки отчета, то разница между этими цифрами и есть помощь малообеспеченным семьям. Ну а вот в денежном эквиваленте, если семья из двух трудоспособных человек, вот сколько на каждом из детей? Ну я хочу вам сказать, что у нас средний размер помощи на сегодня малообеспеченного семьи находится на уровне 1600 рублей. Но у нас есть регионы, районы Донецкой области, это больше, скажем так, сельские районы, где размер помощи средней достигает и двух, и трех тысяч на семью. Особенно если семья. Это то, что доплачивают семьи? Да, это то, что доплачивают. А сколько должно быть у человека денег, чтобы он получил эту помощь в месяц? Сколько? Ну вот, скажем так, давайте проанализируем. Прозвищный минимум детрооспособного лица 1147 гривен. 21% это получается на уровне чуть больше, чем 200 гривен на каждого. 240 гривен на папу и на маму. Это, грубо говоря, 480. Если они имеют детей, значит, допустим, 2 и тогда 6-летнего возраста. Для них уровень 75%. 972, сейчас, это 979, это 729, ну, 730. Это получается 1460, и наши 480, ну, чуть больше 2000. То есть, если доход семьи составляет сумму меньшую, чем 2000, то это вот разница и будет давать сумму помощи малообеспеченной семье. Ну, таких получателей у нас помощи по данному виду порядка уже 10 тысяч. По сравнению, допустим, с маем прошлого года число получателей увеличилось в два раза. Ну, это тоже, скажем так, одно из направлений реализации сессиональных лиц президента. То есть, я бы сказала, что прошлый год был началом, как бы, переломного момента. Определяя проживочный минимум для семьи, то есть, тот очка отчета, с которой будут сравнивать доходы семьи, на сегодня уровень труда работает не с проживочным минимумом, а с гарантированным минимумом, то есть, какие-то части проживочного минимума, ну, для соответствующей категории населения. Начиная с прошлого года, допустим, если в составе семьи есть недоиспособные лица, то при определении этой точки отчета, при подсчете этого дохода, с которым будет сравниваться доход, месячный доход, совокупный в этой семье, мы перешли к стопроцентному доходу для метроспособных лиц. И для детей мы перешли от 50% до 75%. У нас в этом году социальные инициативы президента, вообще, скажем, если они в прошлом году касались такой категории, как инвалиды, ветераны, то в этом году социальные инициативы идут по знаком «Дети, будущее Украины». И тут пакеты инициатив президента, он четко направлен, скажем, в наших деток. Значит, с нашим министерством подготовлено соответствующие изменения и подано в Верховную Раду, для весны из нее соответствующие законы. В частности, допустим, то, что касается деток, поэтапный переход от, скажем так, гарантированного минимума для детей, которые на сегодня составляют 75%, до 100%. То есть, тем самым, поднимаем шкалу, с которой будет сравниваться доходы семьи, и больше людей будет иметь право на данные помощи со стороны государства, соответственно, и больше размер будет им назначаться. Это касается и наших деток-инвалидов. Значит, для деток-инвалидов, которые имеют и тяжелую форму заболевания, предполагается к ней по группу А, и надбавочка на уход, которая оплатится неработающей маме, которая занята уходом с таким ребенком, должна подняться с 50% до 75% инициативы президента. У нас есть ли помощи по опеке, когда берут под опеку детей-инвалидов, и максимальные размеры равняются двум проживающим минимумам для ребенка соответствующего возраста. Но если такой ребенок получает помощь по инвалидности, или то по институтам президента предполагается такой вид помощи исключить из состава доходов, которые влияют на размер помощи по опеке. Вот мы говорили о субсидиях на ЖКХ, и такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться за бесплатной консультацией по получению субсидий? Все консультации по предоставлению субсидий надаются в Управлении социальной защиты населения городов и районов. Все эти консультации действуют. То есть это в районные... В районные. Также могут прийти, конечно, главное управление труда и социальной защиты населения, но людям не с руки ехать. Поэтому лучше всего по месту жительства, по месту регистрации. Бесплатная консультация не только по назначению... По всем видам помощи. По всем видам помощи, да. Которые входят в сферу действия урманов труда. То есть, скажем так, все консультации, которые даются разорстной структурой, они не даются на бесплатной основе. Следующий вопрос. Надежда. Я одна воспитываю двухлетнего ребенка. Муж умер, но стажа у него нет. Поэтому отказали в назначении пенсии к потере кормильца. Предусмотрены какие-либо выплаты на ребенка. В данный момент получают пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста в размере 130 гривен. Значит, получается, что эта женщина уже обращалась в органы пенсионного фонда за назначением пенсии к потере кормильца. Да, там есть действительно определенные условия. Необходимо иметь требуемый страховой стаж на тот возраст, в котором умер кормильец. Если органы пенсионного фонда, в связи с тем, что иметь необходимую требуемую стажа, отказывать, то такая мама может обратиться в управление труда и назначить помощь, как одинокой матери, вдовому-довцу. Значит, минимальный размер этой помощи составляет 30% практически минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальный размер определяется как разница между 50% практически минимума для ребенка соответствующего возраста и совокупным доходом семимесячным на одного члена. Но в любом случае не меньше 30%. То есть, если, допустим, ребенок в возрасте до 6 лет, это 291 гривна. Если от 6 до 18, то это 480... Это что? 400 гривен. 400 гривен. Нет, это максимально. Минимально 363 гривен. Следующий вопрос от Виоленты. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста. Мой ребенок инвалид. Я слышала, что на ребенка инвалида, кроме пособия, положена оббавка на уход. Если положено, то какие документы необходимо предоставить для назначения этой надбавки? Значит, действительно, если у мамы ребенок инвалид, то она получает помощь на ребенка инвалида в соответствии с законом государственной и социальной помощи инвалидам с детства и детям инвалидам. Если такая мама не работает, то ей к основному размеру помощи устанавливается надбавочка на уход, которая составляет 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Чтобы получить право, чтобы оформить такую надбавочку, необходимо обратиться в управление труда по месту жительства, где она получает помощь на ребенка инвалидам, написать заявление, предоставить справочку о составе семьи, предоставить справочку с налоговой, что она является частным предпринимателем, предоставить заключение ЛКК, что ребенок нуждается в домашнем уходе. Последняя справочка. Дает основание, чтобы у этой мамы назначили помощь по уходу за ребенком инвалидам. На сегодня, еще раз подчеркиваю, ее размер составляет 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. И это социальная инициатива президента для детей с тяжелой формой заболевания. Этот размер предполагается увеличить 25% до 75%, если, соответственно, отработает наша верховная работа с коньяков. Денис задает вам такой вопрос. Скажите, насколько законно с названием конкретных документов, кодексов, статьй и так далее такая практика, когда ваши сотрудники ходят по квартирам пенсионеров, подавших документы на субсидию, и протоколируют, сколько у них холодильников и что в них, телевизоров, какая мебель, окна, не внимая, что это может быть подарено внуками, а не куплено на нищенскую пенсию? В Украине право на получение любого вида социальной помощи, в том числе и субсидия, четко регламентируется нормативно правами документами. Однако, сколько людей, столько и ситуации. Поэтому в ряде случаев предоставление таких видов помощи идет как исключение. И предусмотрено оно только после изучения степени нуждаемости семьи, как нуждается заявитель и его семья. При таких условиях, в случаях, предусмотренных законодательством, по поводу субсидий, это как раз 848-е постановление Кабинета министров, с изменением постановления Кабинета министров 1050, которое утверждает положение о порядке назначения и предоставления населения субсидий для бесшкодувания вытрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа твердого пищного бытового топлива. Повторюсь еще раз, 848-е постановление Кабинета министров от 21 октября 1995 года. С этой целью, чтобы изучить степень нуждаемости семьи, когда заработная плата, пенсия, доход от использования имущества или другие доходы не обеспечивают прожиточного минимума, установленного законом. Поэтому проверка нуждаемости семьи преимущественно осуществляется в случаях, когда социальная допомога может быть предназначена как исключение. То есть я уже сказала, что по поводу того, что пенсионерам у нас не ходят просто сотрудники Управления труда и соцзащиты по домам пенсионеров. Во-первых, этими вопросами занимаются и как обследованием материально-бытовых условий, так и составлением акта об этом обследовании занимается социальный инспектор, положение и права и обязанности которого регламентируется постановлением Кабинета министров от 25 августа 2001 года номер 1091. Поэтому говорить о том, что ходят и проверяют холодильники, но быть этого не может. Тем более в некоторых случаях, когда субсидия назначается как исключение, вот эти моменты как раз и влияют. Но если уже это подарено детьми или внуками, оно, во-первых, у пенсионеров, они могут показать социальному инспектору тот же документ на этот же холодильник или еще на что-то, где будет указано, что приобрел это не пенсионер. То есть поэтому, в принципе, и как правило, пенсионерам у нас не отказывают, потому что прекрасно все понимают, что у людей нечинские пенсии, по-другому сказать нельзя. Следующий вопрос от Ивана. Здравствуйте. Впервые в жизни узнала понятие адресная денежная помощь. Просветите, кому она полагается. Ну, скажем так, у нас стили помощи, на которые имеет право человек, и они охватывают практически все категории граждан, они адресные, то есть конкретно человеку, конкретно семье. Поэтому я пыталась перевести примеры. Их важное разнообразие различных видов социальных выплат. Поэтому, скажем так, вот в вопросах абстрактный, скажем так, вот этот вид немножко получился абстрактный. Предусмотрены ли законодательством какие-то льготы студенческим семьям? Ну, я уже сказала, что у нас есть вид помощи малообеспеченным семьям, и там нет как-то градации, законодательного градации, какая-то фиксированная сумма студенческой семьи. Студенческая семья – это в первую очередь семья, которая имеет определенный уровень дохода. Если это, допустим, дневное отделение, они хорошо учатся, это соответствующий размер стипендии, который считается доходом этой семьи и сравнивается с тем гарантированным минимумом для указанной семьи. И если, как я уже сказала, разница, доход семьи меньше, чем эта точка отчета, то эта разница – это и с помощью малообеспеченным семьям. А если эта семья студенческая малообеспеченная, к примеру, проживает с родителями, она считается малообеспеченной? Да, это семья. Понимаете, в этом контексте рассматривать доходы именно этой семьи студент-муж, студент-кажема. То есть доходы родителей не учитываются? Не учитываются, да. Ксения задает вопрос такой. Здравствуйте, недавно прочитала в Комсомолке об интересном новшестве на текстильщике. Там в штате ЖЭКов работают психологи. Они общаются с должниками и, кроме прочего, рассказывают им о субсидиях. Говорят, что многие даже не подозревают, что имеют на них право. Нет ли задумки в вашем ведомстве поставить такое начинание на поток? Ну, во-первых, это не новшество. Это уже практикуется давно. В городе Донецке во всех ЖЭКов находятся специалисты, которые принимают документы на субсидию. Также у нас в области практикуются мобильные социальные офисы, которые выезжают в отдаленные районы города, отдаленные села. И там специалисты Управления труда и соцзащиты, которые выделяют не только вопросами субсидий, но и предоставлением всех видов социальной помощи, предоставлением льгот, они уже людям рассказывают. Также у нас проводится широкая информационно-разъяснительная работа во всех средствах массовой информации управлениями труда и соцзащиты населения районными. Информация вывешена на сайтах управлений, на сайтах местных органов власти. И поэтому говорить о том, что люди не подозревают, не знают, ну не надо. ЖЭКов в Донецке это 100% есть везде, не только на текстильщике. Владимир задает такой вопрос. Моя жена зарегистрирована сама в живом помещении общей площади 60 квадратных метров. Я зарегистрирована по другому адресу в живом помещении общей площади 25 квадратных метров. Может ли моей жене быть назначена субсидия на общую площадь жилья? Значит, первый момент, что вашей жене субсидия на общих основаниях не положена, так как общая площадь двух жилых помещений, в которых вы зарегистрированы, 85 квадратов. А по санитарным нормам должно быть 63 квадрата. То есть 21 квадрат в одном помещении, 21 квадрат в другом помещении, плюс по 10,5 на два помещения. То есть это получается 63 квадрата. Если же она на общих основаниях не положена, то человек обращается на комиссию. Если комиссия назначает, и параллельно ваша жена может написать на комиссию, потому что субсидия у нас назначается только в пределах норм, которые установлены законодательством, а это 21 квадрат на зарегистрированного, плюс 10,5 на семью. То есть вашей жене положено, и с учетом того, что вы проживаете, вы семья, которая находится в браке, должны по-хорошему проживать в одном месте, но если уж так сложилась ситуация, что вы проживаете в разных местах зарегистрированы, то вашей жене субсидия вообще будет положена только на 21 квадрат. И если комиссия назначит как исключение, потому что не положено по площадям, то назначение на общую площадь здесь будет предмотвенно. 21 квадрат. Ксения задает такой вопрос. Можно ли назначить субсидию по месту проживания? Субсидия назначается по месту регистрации и тому лицу, на которое открыт лицевой счет. То есть то лицо, которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги. То есть если семья снимает квартиру, то... Субсидия будет назначена только владельцу этой квартиры. С учетом его дохода и всего прочего. Какой процент от своего дохода платят граждане при назначении субсидии? Граждане при назначении субсидии с 2010 года платят у нас 15% от своего среднемесячного совоходного дохода. Те семьи, в которые состоят только из нетрудоспособных лиц. Это пенсионеры, инвалиды, пенсионеры, причем любые пенсионеры, даже если не достигли пенсионного возраста. И семьи с детками, доход которых не превышает 100% прожиточного минимума, они платят 10%. Такой крик души от товарища под ником Бригадир. Я привык рассчитывать только на себя и потому от государства щедрости не жду. Но есть масса людей, которым без нее не обойтись. Но признаете, разве те кроты, которые выплачивают инвалидам и другим ягодным категориям, можно назвать полноценной помощью? Скорее, это подачка. Так, и еще такой вопрос. Скептические такие все моменты пошли. Сейчас нам говорят о том, что система субсидий как такова из себя изжила. Что это путь в никуда. Вы с этим согласны? Если позвольте, отвечу на первый вопрос. Объем субсидий, бюджет Донецкой области, на протяжении последних 2-3 лет, он улыбнулся. То есть, если в 2011 году это было чуть больше 2 миллиардов гривен для выплаты помощи семьям, детям, малообеспеченным, инвалидам с детства. В 2012 году он уже составлял 2,6 миллиарда гривен. В этом году 3,1 миллиарда гривен. Я бы не сказала, что это вообще такая подачка. Я считаю, что это все-таки существенная помощь. У нас получатели социальных выплат порядка 300 тысяч. Это, скажем так, гарантированная тысяча месячная для этой семьи. Сложно назвать такую сумму, как будто не была подачка со стороны государства. По поводу субсидий тоже хотелось бы добавить. У нас семьи имеют право на субсидию как в отопительный, так и в неотопительный период. В отопительный период получала с жилищной субсидии около 200 тысяч семей области. Это 11% семей. То есть вы сами можете посудить, что жилищная субсидия, она себя не жила, она наоборот является поддержкой малообеспеченным гражданам. А сейчас на данный момент порядка 50 тысяч получают субсидии. 49,2 тысячи семей. И эта цифра растет. Татьяна, вопрос. Не секрет, что зарплата у социальных работников очень маленькая, а самой работы и ответственности очень много. Как к вам идут люди на работу, как вы их привлекаете? Государственные учреждения это не производственные. Какие-то заводы, фабрики, которые исходя из своих возможностей могут регулировать фонд заработной оплаты. Да, у нас действительно невысокий уровень заработной оплаты. Да, у нас высокие требования к специалистам. Потому что такова жизнь, что система развивается. Но вместе с тем к нам идут люди. Есть определенная процедура приема. Многостарственную структуру это через конкурс. Если человек прошел конкурс на сегодня еще, это момент, связанный с проверкой его персональных данных. И если у человека, так сказать, все нормально, с его доходами, по всем остальным направлениям, он принимается на работу. Как правило, работать в этой системе сложно. Нужно быть человеком очень таким открытым, с большим сердцем, с открытой душой. Потому что люди приходят с проблемами. Их нужно выслушать и быть в какой-то части психологом, и юристом, чтобы хорошо разбираться в законах. Скажем так, экономистом, чтобы просчитать. Ну, вместе с тем, требования большие. Приходят, мы всех обучаем. На местах, так сказать, это, скажем так, то, что было еще с времен Советского Союза, где сохранено станосоверничество. Это прикрепляет к кому-то специалисту. Это проведение из семинаров здесь на уровне области. Это курсы повышения квалификации, которые проводят наши министерства для соответствующих направлений работы в уровне труда. Поэтому не ходят к нам. Скажите, а вот эти социальные работники, которые ходят и оказывают помощь одиноким старикам, допустим, в магазин за хлебом сходить, могут на помыть, это тоже они относятся к вам? Это ваше подразделение? Ну, это вы видите работники территориальных центров. Но они не попадают под действия, как и более у вас уже всегда, но так и более работников. То есть это ваши тоже, да? Да. А вот там как обстоят дела с кадрами? Ну, скажем так, ну, руководить здесь своей структурой. Не могу вам ответить. Ну, хорошо. Следующий вопрос. Я думаю, что есть проблема, потому что уровень заработной оплаты в стекло, он, ну, уровень минимальной заработной оплаты. Ну, есть люди у нас, когда у нас проходит, допустим, дезинфициального работника, и вот ты присутствуешь и понимаешь, что даже есть преимственность в поколении. Вот. Это очень приятно. Потому что работа трудная, но вместе с тем, как-то, все равно, большей частью, скажем так, в социальной сфере женское лицо. Больше, конечно, разный там процентов 98 это женщины. Ну, вместо с тем, если, допустим, приходит в социальную сферу, по-самому работать, ее дочь, то, наверное, о чем-то она говорит. Вот такой вопрос еще. Моему ребенку 10 лет, хотела в первый раз отправить ее в лагерь на море. Когда узнала цены от 3000 гривен в смену, поняла, что не потянул. Дело в том, что мой средний заработок только 2000 гривен в месяц, а мужа у меня нет. Скажите, есть ли какие-то программы для таких, как я? К сожалению, в нашей системе таких программ нет. Это нужно обращаться или заявительные цели направления образования, посмотреть, какое там есть наложение для оздоровления в таких случаях, или здравоохранения. Ну, это не к вам, то есть. Да, да, в нашей системе таких программ здоровления нет. Ну, и, наверное, последний вопрос. Скажите, сколько в Донецкой области людей, находящихся за чертой бедности? Ну, скажем так, муниорные статистики, скажем так, мы относимся к органам исполнительной власти. Я вам скажу только одно, допустим, число семей, и которые получают помощь, как малообеспеченная семья, на сегодня у вас составляют порядка 10 тысяч семей. Вот наши данные. То есть те, которые получают помощь, она назначается на полгода, и если, скажем так, улучшения доходов у семьи нет, то она будет процедура переназначения с полным пакетом документов. Спасибо. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Вот скажите, сейчас ведут много разговоров о том, чтобы заменить льготы те же проездные на адресную помощь. С чем это связано, и почему именно такой выбор? Ну, также много протестов. Может быть, это неудобно. Вот об этом хотелось бы узнать. Ну, я бы хотела сказать, что у нас, допустим, в Украине проходит сейчас эксперимент, к сожалению, области вам не скажу, по поводу монетизации любви, это социальная карта. Скажем так, Россия в этом плане от нас ушла вперед, она перешла от, скажем так, любви, монетизации любви. Поэтому, скажем так, скачут протесты. Мы изучаем опыт наших соседей, апробируем его и, скажем так, сделать возможность, с одной стороны, скажем так, есть возможность, допустим, пользования льгот жителям городов и сельских районов. Люди в городе пользуются своим бесплатным транспортом, в смысле льготами, у нас есть муниципальный транспорт, жители в селах такой возможности не имеют, поэтому, в момент социальной несправедливости, поэтому сказать, что он в таки воспринимается, я бы не сказала. Может быть, так все новое, если оно будет принято, и некоторые люди понимают, что, допустим, то ли каждый день ездить и пользоваться правом бесплатного проезда работающих пенсионеров, то ли, допустим, момент пенсионера, который находит в селе и практически не выезжает, какую-то фиксированную сумму доплаты к своей пенсии. Вот нужно найти баланс между теми. Сказать, что такое, прям устремливается, я бы не сказала. А что касается льгот таких вот, по поводу этих лагерей отдыха, таким льготным категориям, как вот, например, чернобыльцы, предоставляются ли льготы на отдых, путевки куда-то? Скажем так, не совсем моя компетенция вопрос. Ну да, есть программы на уровне государства, вот, это оздоровление детей чернобыльца, есть такие программы и выделяется приемлемое сумасредство. К сожалению, это, наверное, управление по делам защиты детей, Нет, нет, это как раз наша управление, трудается в защите, просто немножко этот вопрос на нашей компетенции. Вот, и последнее, что хотел спросить, скажите, вот предоставляется, вот тоже есть такое, что транспорт, например, ветеранам Великой Отечественной войны, и как у нас с этим обстоят дела? По состоянию на 1 июля 2013 года на учете для обеспечения автомобилями находится 3241 инвалидов. Из них 228 инвалидов имеют право на первоочередное обеспечение спецавтотранспортом, 335 на внеочередное и 2678 в порядке общей очереди. По фондам 2013 года в июне этого года в область поступило 20 автомобилей. Главным управлением труда и защиты населения подготовлены все необходимые документы для выдачи их инвалидам, то есть этих автомобилей. Но, согласно письмам Минсоцполитики, выдача указанных автомобилей планируется при участии министра соцполитики. Поэтому немножко по определенным датам. Поэтому немножко задерживается сейчас это. И до настоящего времени такая дата главному управлению от Минсоцполитики не заводилась. То есть обеспечение идет. Спасибо. Ясно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.